Дата-центр и IT-хаб на Восточном экономическом форуме о Преамуре расскажут цифровые технологии. 200 человек из 14 регионов в Циолковском открыли летний этап всероссийской студенческой стройки. Ликвидация полигона в районе Волково начали убирать несанкционированную свалку. С ветерком на Шерпе амурчан прокатят на уникальном российском вездеходе. Регион будущего. Об инвестиционной привлекательности Преамуре на Восточном экономическом форуме расскажут цифровые технологии. Экспозиция области будет представлена в виде специализированного помещения, предназначенного для размещения серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к каналам сети интернет. Для демонстрации возможностей и перспектив области задействуют современные цифровые технологии, такие как виртуальная реальность, 306-градусное видео, бесконтактное управление 3D-моделью и 3D-печать. Например, газохимический кластер инвесторам представят в виде светодиодной стены с раскрытием цепочек, добавленной стоимости и возможностями по инвестированию в отрасль. Также с помощью информационной панели Торрегиона в интерактивном режиме познакомят посетителей с площадками, просчитают проект на онлайн-калькуляторе профессии, расскажут о готовых бизнес-кейсах. Кроме того, гостям павильона презентуют высокотехнологичный IT-хаб на границе с Китаем и расскажут о строительстве моста в Поднебесную с помощью интерактивного 3D-макета. Сенсорный стол создаст иллюзию полного присутствия на стройплощадке и в предмостовой зоне. Напомню, 4-й Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 10 по 16 сентября. Законопроект о пенсионной реформе обсуждают в Преамуре. Ее уже поддержали более половины регионов России. За выступила и амурская молодежь. Те, кому до пенсии еще далеко, видят в изменении возрастного порога только плюсы. Причем как с экономической точки зрения, так и социальной. Каким представляют свое будущее и будущее своей страны молодые общественники, знает Юрий Камышный. Известный в Преамуре общественник, руководитель Амурского отделения молодой гвардии Алексей Безруков говорит, пенсионная реформа в России неизбежна. Те нормативы, которые принимались еще 60 лет назад, уже устарели. А после принятия закона в стране вырастет количество работающего населения. За счет этого пенсионеры будут получать ежемесячную прибавку в 1 тысячу рублей. В любом случае повышать нужно, но это необходимо делать в комплексе мер. Первое, что я считаю, что нужно сделать, это все-таки улучшить качество медицинского обслуживания населения. Это необходимо, потому что люди будут позже уходить на пенсию. Второе, это переквалификация кадров. Во всех регионах России проходят общественные слушания, на которых может каждый внести свое предложение о том, каким будет самый спорный закон о пенсионном возрасте. Амурчане свою точку зрения также могут высказать. По мнению Алексея, при помощи этой реформы можно, к примеру, улучшить демографию на Дальнем Востоке. Все мы знаем, что на Дальнем Востоке все-таки плотность населения гораздо ниже, чем центральная часть страны. И возможно, как одно из предложений, чтобы все-таки пенсионный возраст для Дальнего Востока немного снизить. И тем самым, я думаю, что приток населения к нам будет. Особенно в связке с Дальневосточным гектаром и теми крупными проектами, теми крупными мероприятиями, которые заходят на Дальний Восток. Я считаю, что это бы сыграло положительную роль на демографической ситуации нашего Дальнего Востока. Елизавета Апанасенко о том, что случится в ее жизни, через 40 лет еще не задумывается. Но то, что без работы не останется, уверена. В век цифровых технологий сегодняшние пенсионеры на специальных курсах изучают компьютерную грамоту. Без сомнения, говорит Елизавета, будут жить и те профессии, в которых важен накопленный опыт и знания, которыми нужно делиться с молодежью. В любом случае, трудовое перепрофилирование будет. Кстати, закон запрещает и дискриминацию по возрасту при приеме на работу. Каждый может даже на бесплатной основе пойти обучиться. В свою очередь мы, например, даже как волонтеры проводим бесплатное обучение для людей пенсионного возраста, где учим их как раз-таки рабочие в интернете для того, чтобы они котировались на рынке труда. Амурская молодежь в предложении российского правительства видит только положительные изменения. Новая реформа для них – это шаг в новое будущее. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. В Рио губернатор Василий Орлов начал рабочую поездку по северным районам Преамурия. Глава региона уже побывал на строящемся автоклавном гидрометаллургическом комбинате в Магдагачинском районе. Предприятие золотодобывающей компании «Петропавловск» станет вторым в России по обработке упорных золотосодержащих пород. Эффективность такого метода позволяет извлекать из руды более 85% золота, при этом он наиболее экологически безопасный. Комбинат начнет действовать в конце этого года, а там будут трудиться около 800 человек – половина амурчане. Для предприятия учебные организации при Амуре готовят специалистов. По словам Василия Орлова, после запуска этого проекта в бюджет каждый год будет поступать около 600 миллионов рублей. В рабочие командировки в Рио губернатора принимают участие и съемочная группа Амурского областного телевидения. Более подробно о поездке мы расскажем в наших следующих выпусках. Василий Орлов вошел в топ самых упоминаемых глав Дальневосточного федерального округа за июнь 2018 года. Рейтинг губернаторов по регионам составила компания «Медиалогия». Эксперты посчитали медиаиндекс – количество упоминаний в СМИ руководителей всех субъектов страны. Василий Орлов занял третье место в медиарейтинге. За июнь о нем было более 2500 упоминаний в СМИ. Вторую строчку рейтинга дальневосточных руководителей занял в Рио главы Приморского края Андрей Тарасенко. Первым оказался в Рио главы республики Саха-Якутия Айсен Николаев. В свою очередь в общероссийском рейтинге глав субъектов страны Василий Орлов занял 29-ю строчку из 85-ти. В Циолковском открыли летний этап всероссийской студенческой стройки. Возводить объекты космодрома прибыли 18 отрядов. Это около 200 студентов из 14 регионов страны. Кстати, в этом году впервые за последние три года покорять космическую стройку приехали и девушки. Репортаж нашего корреспондента. Восемнадцать строительных отрядов, около двухсот человек. Ребята прибыли из 14 регионов страны. Многие признались, в стройке всероссийского масштаба участвуют впервые. Это большая честь и престиж, а также возможность набраться опыта. Поздравил ребят с началом смены и глава региона Василий Орлов. Сегодня 200 человек начинают работу. 40 человек – это амурские ребята. У нас проводятся такие неофициальные соревнования. Ей очень приятно, что в прошлом году наш по прошлому сезону, по итогам прошлого сезона выиграл именно Амурский. Это отдельные поздравления. Но, конечно, это важно. Это неформальное соревнование, это важно. Но в первую очередь важен ваш вклад в строительство космодрома. Космодром – это важнейшая стройка для страны. И очень здорово, что такое количество молодежи вовлечено в реализацию этого объекта. Я вам скажу, как такой, как Олд Вулф, как более взрослый человек, скажу вам, что в нашей жизни рано или поздно мы начинаем подводить некие итоги и думать, что мы делали, хорошо ли, плохо ли, есть ли нам чем гордиться. Вот тот период, который у вас сейчас наступает, поверьте мне, вы будете об этом рассказывать и помнить всю вашу жизнь. Будете рассказывать об этом вашим детям, друзьям. Это тот самый период, когда вам будет чем гордиться. Поэтому я вас еще раз поздравляю. Я вам желаю положительных эмоций, нового опыта, новых друзей, всего-всего самого доброго. Поздравляю вас. Студентов обеспечивают работой два предприятия – спецструйтехнологии и цинки. Ребята трудятся на стартовом и техническом комплексах космодрома, а также на объектах микрорайона «Звездный» в Циолковском. Например, возводить этот дом в городе помогают 35 студотрядовцев. Выполняют в основном отделочные работы. Эта многоэтажка на сегодняшний день самая большая в городе. Здесь шесть этажей и 125 квартир. Сдать дом должны уже осенью. Студенты работают хорошо. Мы для этого проводим с ними предварительные подготовительные занятия, как по всем нормам и правилам строительного комплекса. Мы с ними на первом этапе проводим инструктажи и проводим трех-, четырех-, пятидневное обучение, после которого производим допуск к работам, по которым мы их обучали. Они к нам приходят в основном уже с некоторым опытом работы. То есть мы их оформляем по третьему разряду, по различным строительным специальностям и стараемся предоставить им работу по этим специальностям, соответственно, проведя с ними определенное обучение и инструктаж. Владислав Толстов приехал из Алтайского края. На космодроме впервые, хотя уже три года трудится на студенческих стройках. Говорит, работа в Циолковском – это престиж, а также огромный опыт, который пригодится в будущем. Первый раз работаем, в принципе, в здании, то есть в обделке квартир. Очень интересно все, потому что это может пригодиться и после стройки. Очень порадовало условия жизни на космодроме, потому что на стройках, которые были до этого, не было такого уровня жизнеобеспечения. И огромное количество мероприятий для студентов, что очень прям помогает нам расслабиться после трудного рабочего дня. А вот Алексей Назаров во всероссийской стройке участвует уже во второй раз. Был в весенней смене и сейчас приехал на летний этап. Говорит, потом будет, что детям и внукам рассказывать. Опыт тоже важен. Научились устанавливать защитный карабан на вентиляционной коробке. Поклейка плинтусов, поклейка обоев, штукатурка, поклейка плитки и так далее. Привлекать студенческие отряды к возведению объектов Восточного начали в 2012 году. В 2014 стройка приобрела статус всероссийской. За 7 лет здесь побывали почти 4000 студентов из 44 регионов России. Анастасия Петраш, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Несанкционированную свалку возле села Волково Благовещенского района начали приводить в порядок. Несколько дней назад там побывал зампред правительства при Амуре Алексей Венглинский. Накануне он и представители Общероссийского народного фронта вновь проверили, как идут работы по ликвидации полигона. Общественники обратили внимание на эту свалку. Три года назад за это время объемы мусора только росли. Скопившиеся отходы портили внешний вид дороги. Ветер разносил мусор по фермерским полям, которые находятся рядом. После вмешательства ОНФ и правительства области ситуация начала меняться. Была выделена необходимая сумма на ликвидацию этой несанкционированной свалки. Вокруг полигона начали строить забор, расчистили объездные дороги, по которым жители Волково могут вывозить мусор на обустроенную рядом площадку. По плану она должна быть убрана в 2019 году региональным оператором. Пока что основная задача это не допустить складирование населения в хаотичном порядке. Видите, строится забор, отсыпана регулярная дорога, по которой будут заезжать граждане и автомобили с мусором. Все несанкционированные съезды перекрыты. Будка со сторожем стоит, поэтому здесь, как вы видите, стало гораздо почище. Несанкционированные свалки сейчас ликвидируют по всей области. Уже разработана специальная дорожная карта, в которой указана дата закрытия того или иного незаконного объекта. Судьбу полигона Волково будут решать в местной администрации. Поступило предложение передать эту территорию фермерам под сельскохозяйственные поля. В областной столице с незаконными свалками будут бороться при помощи камер видеонаблюдения. Таким образом, планируется выявить нарушителей административного законодательства. Специалисты ЖКХ обследовали 20 участков, где чаще всего образуются несанкционированные свалки. Из них только 8 можно оборудовать камерами видеонаблюдения. Общая стоимость покупки и установки оборудования 1 миллион 800 тысяч рублей. Чуть позже новая система войдет в единый канал связи единой диспетчерской службы. В мэрии отмечают важность не только мер по выявлению нарушителей и привлечения их к ответственности, но и необходимость проведения профилактической работы. Ежегодно городской бюджет тратит на ликвидацию незаконных свалок около 10 миллионов рублей. Более 30 амурских водоемов очистят от мусора и старых рыболовных сетей. В общей сложности охотоведам предстоит пройти почти 207 километров в береговой линии. В Тамбовском районе 10 озер уже очистили. В Ивановском предстоит работа на 11 водоемах. По сравнению с прошлым годом, говорят специалисты, мусора стало меньше. Однако все равно приходится собирать десятки мешков, стеклянных бутылок и банок. Также в этом году планируется убрать берега 8 водоемов. Это почти 45 километров. Реки и озера находятся в Благовещенском, Ивановском, Тамбовском, Свободинском районах. Кстати, такую работу охотоведы проводят каждое лето, но чище озера становится лишь ненадолго. Спустя год на тех же самых местах снова собираются горы мусора, вывозить которые приходится грузовиками. Амурчане смогут прокатиться на российском вездеходе «Шерп». Уникальная крупногабаритная машина не имеет аналогов в мире по своей проходимости. Технику используют спасатели, геологи, охотники и рыболовы. Стоит такой внедорожник от 5,5 миллионов рублей. Тест-драйвы стартовали в городах России в начале 2018-го и продлятся до конца года. В Благовещенске на вездеходе можно будет прокатиться 21 июля. Жители Белогорска мощь внедорожника оценят 24 августа. Тынденцы могут готовиться к старту 22 сентября. О местах проведения акции организаторы сообщат дополнительно. Поездка пройдет в условиях Амурского бездорожья. Всем, кто хочет порулить крупногабаритной техникой, нужно зарегистрироваться на сайте, который вы видите на экране. И на этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. Смотрите новости Амурского областного телевидения и следите за самыми интересными событиями вместе с нашими корреспондентами. А также заходите на наш сайт amurobl.tv. Самые свежие новости и на нашей странице в Инстаграм. Всего хорошего и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова